Год 9 мая команда телеканала Катунь-24 работает в квартире труженика тыла Великой Отечественной войны. Новый дизайнер, креативные идеи и профессиональные советы. Смотрите далее. Это Ремонт. Наш новый объект находится в научном городке. Поселок в получасе езды от Барнаула был основан 50 лет назад. Сейчас здесь проживает больше трех тысяч человек и герой нашей программы. Труженик тыла, почетный учитель Российской Федерации. В свои 88 лет Алевтина Александровна Чинарева ни дня не сидит на месте. Возглавляет местный совет ветеранов, проводит встречи со школьниками и студентами, работает с волонтерами, а главное – умеет отдыхать. Я занималась гимнастикой, легкой атлетикой, всеми видами спорта – лыжами, волейболами. Ну, в общем, все, я абсолютно занималась. Может быть, это меня спасло. Я очень много знаю о войне стихов, песен я помню о войне, такие, которые мне очень сейчас дороги. Вот мы собираемся, когда ветераны войны, мы обязательно вспоминаем эти песни. Алевтина Александровна мечтает проводить такие встречи у себя дома, в уютной, светлой гостиной. Пока же зал в ее двухкомнатной хрущевке оставляет желать лучшего. Темные стены, тусклое освещение, старая мебель. И, как говорит сама хозяйка, очень много ненужных вещей, которыми буквально завалена ее комната. Без дизайнера не обойтись. Виктория Черноусова – выпускница Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета. Руководитель дизайнерского отдела крупной проектно-строительной компании «Орхидез». Проектирует стильные и функциональные интерьеры. Ее заказчики – жители не только России, но и всего мира. Задача сложная – успеть сделать ремонт всего за неделю. В планах обновить стены, потолок и мебель. И это только основной список работ. На помощь наш дизайнер Виктория пригласила коллегу – Оксану Редькину. Оксана Редькина – выпускница Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. В профессии 15 лет. За это время дизайнер создала больше 100 проектов. Критерии каждого из них – польза, прочность, красота. Прежде чем приступить к созданию макета будущей комнаты, нужно сделать замеры. Совет дизайнеров – не спешите. Как говорится, лучше сто раз отмерить, чем потом у вас не хватит куска обоев или полосы линолеума. Пока Оксана делает замеры, Виктория беседует с хозяйкой. Узнать ее характер, интересы и личную историю – все это важно для того, чтобы создать индивидуальный дизайн. Нашей команде предстоит масштабный, но быстрый ремонт. На весь процесс у нас есть всего неделя. Хотим успеть сделать подарок хозяйке к 9 мая. Подготовительные работы могут занять несколько часов. В это время отправляемся со строительными материалами в Леруа Мерлен. Здесь есть все необходимое для нашего ремонта. Линолеум делится на 4 класса или вида – бытовой, усиленно-бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Различается по стоимости и сроку службы. В среднем идеальное состояние покрытия держится 7 лет. Для потребителей, которые берут линолеум для себя, не для коммерческих целей, мы советуем брать полукоммерческий линолеум. Соответственно, у него идет высший класс износа стойкости. Он не продавливается каблуками, фактически не царапается, что дает ему огромное преимущество следствием перед бытовыми и усиленно-бытовыми линолеумами. Возвращаемся в нашу комнату. Отделочники продолжают подготовку помещения к ремонту. На начальном этапе важно идеально зашпатлевать стены. Это необходимо, чтобы позже наклеить на них любые обои. Обычно шпатлевка продается в виде сухого порошка, который надо развести водой до нужной консистенции. Наносим густую массу на стены и тщательно размазываем. Стены должны стать ровными и гладкими. Теперь начинаем окрашивать стены. Мы выбрали благородный серый цвет, один из базовых для стиля Прованс. Что это за стиль? Коротко. Очарование светлой, доброй старины и простой роскоши. В этом стиле переплелись вековые традиции французских деревенских домов и красота прованской природы. Но у серого цвета существует как минимум десяток оттенков. Как получить тот самый? Если вы не смогли найти в магазине краску нужного оттенка, ничего страшного. Вы сможете смешать ее самостоятельно. Для этого вам понадобится банка белой краски и концентрированный красящий пигмент – колер. В банку с белой краской буквально по капле добавляем черную и каждый раз размешиваем. Смотрим на получившийся оттенок. Не устраивает? Варьируем интенсивность цвета, добавляя еще несколько капель черной краски. В покраске стен существует совет отделочников. Старайтесь наносить ее максимально равномерно. Во время окрашивания двигайтесь от углов к центру стены. Сначала пройдитесь валиком вдоль потолка и плинтусов, а уже затем плавно переходите на оставшуюся поверхность. На часть стен мы поклеим обои. В интерьерном салоне «Верде Декор» нам подобрали обои бельгийской фабрики «Гран Дека». Они на флизелиновой основе, что позволит очень легко смонтировать полосы друг с другом. Также у этих обоев очень интересная фактура. Они обладают рельефом. Но это еще не все. Самое главное, что эти обои можно мыть. Не просто мыть, а чистить щеткой. Поэтому, если появятся какие-либо загрязнения, наша героиня сможет их без проблем удалить. И никоим образом не повредить полотно обоев. Натяжной потолок, сплошные плюсы. Быстрый монтаж, минимум грязи, идеально ровная плоскость и цвет. Неограниченные возможности в дизайне и даже защита от соседей сверху, в случае, если они решили вас затопить. Одно из главных достоинств – длительный срок службы. Обычно таким потолкам производители гарантируют от 10 до 15 лет эксплуатации. Мы отдали предпочтение натяжному потолку, так как были ограничены по времени. И за два часа мы получили ровный и красивый потолок, который практичен и прост в уходе. Отдельным украшением нашей комнаты станет пятерошковая люстра Фетидо из новейшей коллекции итальянской фабрики «Люмион». Ее нам подобрали в интерьерном салоне «Верде Декор». Наша люстра выполнена в классическом стиле, что идеально вписывается в наш интерьер. И еще немаловажное ее достоинство – то, что она очень компактна, что при высоте потолков в нашем помещении играла очень большую роль. Чтобы сэкономить пространство, вместо громоздких шкафов дизайнеры выбрали короба из гипсокартона. Они просты в сборке, однако все же этот процесс лучше доверить специалистам. Наша команда справилась за пять часов. Лайфхак программы «Это ремонт». Превращаем архивные снимки в настоящее произведение искусства. Нам понадобятся рамки, старые фото, ножницы, линейка, клей, карандаш, канцелярский нож и рулон обоев. Такие замечательные наши обои. Рисунок неоднородный, поэтому нам нужно найти максимально выигрышную его часть. В первую очередь изготовим паспарту. Попросту фон для картины или фотографии. Фотографий у нас много. Мы все, конечно, их использовать не будем. Но я выбрала вот такую, на мой взгляд, самую привлекательную. Да, замечательно. Где наша героиня с такими прекрасными русскими косами красавица. Теперь дело техники. Примеряем стекло от рамки, обводим карандашом и вырезаем. Потом у нас здесь будет крепиться фотография. Но для того, чтобы не испортить саму фотографию и чтобы как-то еще добавить декора, я предлагаю дополнительно вырезать какие-то красивые элементы из обоев, уже не столь яркие, и ими зафиксировать фотографию. То есть мы делаем аппликации? Да, совершенно верно. И вырезаем, вырезаем, вырезаем птичек, зелень и цветы. В общем, тот рисунок, который есть на обоях. Оксана, много этих элементов нужно вырезать? Не обязательно много. Я думаю, что мы можем использовать для крепления непосредственно сам наш фон. Для этого мы просто делаем надрез на самих обоях и как в кармашек прячем, фиксируем туда фотографию. Примеряем аппликации и фиксируем клеем. В самом конце накладываем стекло и закрепляем зажимами. Фоторамка в ретро-стиле готова. Она станет отличным дополнением гостиной нашей героини. Белосерый интерьер позволяет легко экспериментировать с декором. Например, дизайнеры выбрали яркие шторы. Они станут контрастным пятном и добавят комнате свежести. Мы уложились в рекордные сроки. Всего неделя и гостиная готова. Обычно на это уходит как минимум месяц. Пора приглашать хозяйку. Я просто от радости, от этого прекрасного внимания даже тушуюсь. Спасибо вам всем, всем-всем, кто это делает, всем-всем, кто это придумал, сделать все, чтобы было прекрасно. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok